Здравствуйте, дорогие друзья! Решил записать ещё одно видео сегодня. Также поделюсь одним своим видением. Я думаю, у всех нас есть люди, с которыми прекратили мы отношения, но так или иначе, которых мы очень сильно волнуемся. И волнуемся мы настолько, что даже наше сердце, наша душа переживает о каких-то разрушенных отношениях в прошлом. То есть где-то внутри мы всё-таки поддерживаем какие-то радостные воспоминания или счастливые воспоминания о тех или иных дружеских отношениях. Я расскажу сегодня видение, которое меня посетило буквально недавно, в котором я понял очень важную вещь, что люди, которые на самом деле хотят каким-то образом падать и деградировать, им не нужно мешать. Нужно им предоставить падать в том виде, в том качестве, в котором они хотят это делать. С одной стороны, в библейских повествованиях говорится, что и тот, кто и душу свою положит за други своя, истинно говорю, спасёт её. То есть есть такая цитата. С одной стороны, мы должны всячески положить свою душу за своих друзей, а с другой стороны, говорится, что нельзя метать бисер перед свиньями. То есть нельзя тратить свою духовную силу, духовную жизнь на людей, которые того не ценят. И вот этот момент, он на самом деле очень спорный. То есть если подойти с одной стороны, мы должны это делать, а посмотреть с другой стороны, мы, собственно, этого не должны делать. То есть не должны всячески помогать людям, которые не нужны даже сами себе. И вот здесь, конечно же, нужно научиться прилагать мудрость или использовать мудрость, которую у нас есть у каждого. То есть мы должны научиться отличать, где действительно истинное сострадание, а где есть жалость. Потому что если мы испытываем жалость к человеку, обычно на самом деле мы что испытываем? Мы испытываем жалость не к самому человеку, а жалость именно к тем концепциям, к тем мысленным построениям, которые мы возлагали на того или иного человека. То есть мы по большому счёту жалеем не самого человека, а жалеем самого себя, свои планы на этого человека. Жалеем свои планы на какие-то отношения, жалеем свои планы на будущее с тем или иным человеком, дружеские, может быть, семейные, может быть, бизнес-планы и так далее, и так далее. То есть здесь не столь важно, здесь важен принцип. В то же самое время сострадание, оно не зависит от объекта. Сострадание, оно зависит… это как состояние души. Жалость направляется только на одного человека, на один объект. В то же самое время жалость никогда не будет проявляться, например, в сторону бедных людей, которые находятся в метро и просят денежки какие-то. То есть такие люди обычно не испытывают жалости к таким людям, либо не испытывают жалости к той тяжёлой судьбе, которую, допустим, испытывают монахи в монастырях, и они не стараются их поддержать. То есть даже теми копейками, которые мы все оставляем в храмах, даже таким образом они стараются не поддержать этих людей посредством жертвований в церковь, либо посредством жертвований в храме, в монастыре и так далее. В моём видении я оказался в Индии. Да, немножко перескочу с православия, то есть с нашей жизни, на жизнь в Индии. В 2005 году во время паломничества по Индии, возвращаясь с севера Индии, я ехал, возвращался в тот Ашам, в котором я жил, на юг Индии, то есть преодолел всё расстояние с севера на юг. И, проходя через один из городов, один из городов штата Карнатоки, я просто прогуливался по городу, и мне понравился один храм со стороны, да, я решил туда зайти. Я буквально сейчас это, ну не сейчас, а во время видения, я буквально во время видения это вспомнил, причём воспоминания пришли очень ярко. Я увидел себя находящимся в этом храме, как раз была утренняя служба, я зашёл именно утром, и во время того, как я утром зашёл в этот храм, священнослужитель или же Брамин, который выполнял службу, он, увидев меня, угостил меня какими-то сладостями, ну и я эти сладости, соответственно, скушал. Я понял, что это какое-то благословение, благодать. По-моему, если не ошибаюсь, храм был посвящён Богу Хануману, но я могу ошибиться, то есть я не буду утверждать, но либо Ганеша, какое-то второстепенное божество. Но ещё раз подчёркиваю, я могу ошибиться. И скушав эту сладость, именно в медитации я вспомнил этот момент. Я вспомнил, что… Я даже вспомнил вкус этой сладости, но в то же самое время я увидел очень чистые энергии, которые проникали с этими сладостями в моё тонкое тело, в мою оболочку. И я увидел, я оказался уже в следующем видении, то есть это духовная сила, которая была получена посредством этих сладостей. Сладости подобные дают в Индии во всех храмах, то есть там всегда угощают просадом. Просад — это милость. Милость проявляется в форме сладости, которую мы кушаем. Эти сладости преподносятся сначала божествам, а они становятся священными. И эта энергия, энергия этой сладости перенесла меня в следующее видение. Я увидел, что опять-таки я прохожу той же самой дорогой и иду в направлении того же самого храма по тому же самому городу. То есть до этого я шёл в направлении храма Ханумана, а теперь я точно так же шёл, но уже с своими малышами и со своей супругой рядышком. То есть мы шли всей семьёй. По тому же самому пути, который я прошёл в 2005 году, теперь я уже видел, что мне предстоит путешествие уже всей своей семьёй. Я видел супруга, я видел своих мальчиков, я даже мысленно общался с ними, видел астральное тело своей жены. Мы также, прогуливаясь по улице этого города, шли также в направлении того же самого храма. Но я обратил внимание на то, что мне идти очень тяжело. Я в буквальном смысле был согнут под тяжестью. Тяжестью чего-то, чего я не мог понять до определённого времени. И я начал осматриваться, что же на меня давит. А мне было так тяжело, что у меня даже позвоночник искривился, у меня голова опустилась вниз, у меня спина согнулась. То есть я перемещался так, как если бы нес мешок у себя на спине. Мне было очень тяжело. И в какой-то момент я понял, что же меня так тяготит. И я повернул голову, увидел, что я правой рукой держу сосуд, особый сосуд. Чем-то он напоминал, что ли, большой термос. Термос, который по объёму приблизительно 2-2,5 литра. То есть это весьма такой большой термос, вытянутый. И я его нёс именно в правой руке. Но этот термос, он на самом деле состоял не из металла, не из стекла, как это делаются термосы. Это, собственно, был не термос. Это был просто сосуд, который состоял исключительно из моей энергии. То есть я видел свою жизненную энергию, которая замыкала пространство в форме именно термоса. Но внутри этого термоса были энергии других людей. И там были энергии именно людей, с которыми я в силу какого-то непонимания расстался ещё 5 или 6 лет назад, 7, 8, 10. И были люди там из монастыря, на которых я всё так же продолжал возлагать надежды, как бы рассчитывая на то, что они действительно начнут развиваться, прогрессировать. Были люди, с которыми я расстался и 2 года назад. То есть в этом сосуде находились именно те кармы или энергии тех людей, с которыми пришлось в силу каких-то кармических обстоятельств расстаться. Но так или иначе я душой болел о том, чтобы у них было всё хорошо, и о том, чтобы они развивались. И всматриваясь в эти энергии, я понял, почему мне именно так тяжело. Потому что эти люди... То есть получается так, что я выполнял ту работу, которая не нужна была им самим. То есть получается так, что в своих молитвах, в своих медитациях я пытался помочь именно тем людям, которые, по сути, не нужны даже сами себе. И я понял, почему случилось это видение. Я понял, почему мне так тяжело. Я понял, почему мне показывают именно этот элемент. Мне дали понять, что нельзя и не нужно помогать тем людям, которые не хотят сами или не желают сами себе развития, не хотят сами развиваться. То есть не нужно и нежелательно тащить за собой тех людей, которым не нужно развитие, которые хотят жить своей материалистичной жизнью, которым не нужны знания, которым не нужно духовное развитие. Нужно просто их отпустить и всё. Когда я это понял, я действительно понял, что до этого я в некоторой степени очень сильно уставал в силу того, что я всё-таки старался помочь тем, кому помощь эта и не нужна изначально была. То есть это также форма глупости с моей стороны. Я также, как и вы, друзья мои, стараюсь учиться на своих ошибках, где-то, где-то на ошибках других и так далее. В данном случае, естественно, нужно оставить тех людей, которые нас тяготили в прошлом, и идти смело в будущее, учитывая то, что мы так же стараемся прогрессировать, так же развиваться. То есть не нужно оттянуть то, что само того не желает. Это одно из таких значений, одно из таких пониманий. То есть мы должны изначально понимать, что мы выполнили свой долг, мы сделали всё возможное для того, чтобы человек развивался, прогрессировал. Но мы также должны понимать, что мы должны дать свободу человеку. Не надо каким-то образом насиловать даже в духовном плане человека и заставлять его прогрессировать, не надо его заставлять развиваться, нельзя его тащить за руку туда, куда он сам не хочет. Возможно, ему ещё нужно поскитаться в этом мире 10, 15, 20 лет. Всё, что вы посеяли или мы посеяли в их душах, оно всё равно однажды взрастёт. И оно однажды скажет само за себя. Такие поступки, которые мы совершаем, хорошие, чистые поступки, они никогда не пропадают зря. То есть, если вы искренне, если вы чисты, любой ваш поступок, он принесёт только лишь благо. А если же наши поступки мотивируются какими-то странными состояниями, типа жалости, соответственно, эти поступки не так же будут нести за собой именно такие последствия. Поэтому, может быть, немножко тема сложная, но так или иначе, данное переживание, оно очень-очень глубокое. Глубокое по своей сути. Поэтому, ещё раз, подводя итоги, мы должны сделать всё возможное для тех людей, которые от нас зависят. Но не нужно тащить людей за собой. Мы должны понимать, что каждый должен пройти свой путь своими ножками, своими ручками. Каждый должен найти свою лестницу для развития, для подъёма высшей миры. Если кому-то нужно поскитаться, пострадать, поболеть, попереживать, пожалуйста, нужно их просто отпустить и не волноваться. Есть Господь, Он всё видит, всё знает, всё сделает. Нужно научиться также доверять высшим духовным силам. Таково значение сегодняшнего введения, которым бы я хотел с вами поделиться. До новых встреч!